Мы приехали в то место, откуда начнем наш поход. Как это называется место? Буфет на конце света. Буфет на конце света. Дальше дороги нет. Вот мы приехали. Оттуда тоненькая дорожка. И там есть еще дорожка. Идите вперед и побыстрее. Комары слишком здесь кусючие. Да, комары здесь, конечно, большие. И, видно, голодные. Потому что, наверное, людей они здесь встречают нечасто. Впереди нас какая-то темная чаща. Вы хотите туда пойти? Да, хотим. Эрик! Мне очень. Смотри, вокруг как настоящие джунгли. Ну что, идемте. Меня раскусывают комары. Никуда еды. Как поют птички, а? Тут настоящие джунгли. Джунгли много из животных опасных. Мы только что видели норы. Не знаю, может там живут какие-то... Такие толстые, огромные норы. Да, может там живут какие-то... И какие-то непонятные цветы. Таких я еще не видел. Ну вот мы сейчас будем разведывать это все место. Надо же знать, что это джунгли. А? Ведь надо же знать, что это джунгли. Надо. Привет! Куда мы выбрали, а? Какое это место? Удомное поле. Мы уткнулись... Удомное поле. Мы уткнулись, да, в какое-то поле. Нашли дорогу, которая пересекала наш путь. И мы выше. Тут поле, а рядом какой-то, смотри, степь. И почему-то палки белые. Палки, это значит засохшая вся. Да, засохшая. Там дальше, за тем лесом, который за полем, там находится где-то Дунай. Надо найти место, где разжечь костер и приготовить есть. Но это будет чуть позже. А сейчас... Все голодные. Я у нас увидел какой-то след. След? И оторвал кусочек. Да? Да. Ну что, давайте подумаем, куда нам идти. Ну, наверное, интересно. Не потому что тут вот пусто, а тут не куча травы. Нет, это интереснее. Я не знаю, что это такое. Нет, это просто поле. А покажите, мы вообще взяли с собой наши браслеты? Да, взяли. Ну, покажи. Вот мой. А вот мой. А вот мой. А вот твой, да? Да. Отлично. Значит, у нас есть на всякий случай в браслете спрятан паракорд, веревка, которая может спасти нашу жизнь. У тебя такой есть? Ага. И у меня есть. Ну, у меня два. Один светящийся, а другой обыкновенный. Обыкновенный и светящийся. Понятно. И паракорд. Отлично. Идемте дальше. А, мы носили такого вот сцилу прекрасного жука. О, так он светится. Ага. Он ночью светится. Такой вот красивенький. Это красавчик. Красавчик. Можешь за мне его взять? Этого красуни? Красуни. Тут начинаются хвойные потихоньку. Хвойные деревья. Что? Папа, мы не можем его взять. Зачем его брать? Он ползет по своим делам. Да, да. Он довольно обедвижен. Он просто притворяется. Боится, что вы хотите его, что с ним сделать. Значит, давай его перевернем. Видишь, он живой. Мы нашли настоящую битву. Муравьи. Сейчас я... Муравьи. Муравьи против огромного жука. Настоящие лесные муравьи. Такие черненькие с красненьким. Атакуют... Атакуют какого-то жука. Пытается его сожрать. Убить. Да. Смотри, он, бедолага, пытается залезть на травинку. Они его атакуют. Пытаются сожрать. Это знаешь, что за муравьи? Что? Это конкретно... Конкретно... Муравьи-солдаты. Вот они ищут добычу. Это муравьи-солдаты. Да. Они очень сильные. Это муравьи-солдаты. Они очень сильные. Привет, мы будем делать костер. Да. Где тут? Куда мы на костере? Мы шли... Везде было непролазное чаще. И вот мы нашли какую-то маленькую полянку. Ага. Среди леса. И сзади нас есть домик. Да, это не домик, а такое для животных. Какой-то для подкормки. Да. Вот. Ну, сейчас наша задача. Смотрите сюда. Вот это место, где лежит эта палочка. Тут будет место для сбора топлива. То есть, для сбора хвороста. Хворост, он сухой. Ищите все палки сухие. Даже вон, например. И собирайте, складывайте сюда. Ясно? Ясно. Начинаем. Так, вот мы нашли немножко, собрали немножко хвороста. Да, камушка. Теперь нам нужно соорудить костер, а потом его разжечь. Ну что, давайте приниматься за дело. Папа, и тут что, след какой-то? Осторожно, там был муравейник. Эту дровиняку я нашел, вытащил из муравейника. утрез муравьи рассерженные, поэтому аккуратненько. Вот что у нас получилось. Вот у нас получился такой из маленьких веточек небольшой костер. Но еще у нас есть куча работы. Когда разгорится этот маленький костер, тогда мы сможем положить вот эти большие сухие ветки. И когда они разгорятся, у нас будет огромное количество углей, которых мы спечем что? Картошку и хлеб. Правильно. Вот теперь давай начинать доставать. Сейчас будем искать спички. Да. Ваша задача сейчас поджечь бумагу. Да. Вот так вот зажгите там спичку и и давай наклони, не поднимай, не поднимай, вниз, вниз, вниз бумагу зажги. Давай. Поднизу всегда зажигается. Давай. Давай. Сильней. Сильней. Зажигай бумагу. Так. Наш костер может быть разгорится сейчас. Дым убьет камеров. Когда загорятся маленькие веточки, он разгорится, надо будет подкинуть большие веточки. Смотри, наш костер оживает с первого раза. Так. классный костер. Здравствуйте. У нас уже есть огонь. Вот наш костер, с которым нам пришлось, честно говоря, помучаться. Да, очень помучаться. Но нас спасли вот такие вот сухие вот такие сухие веточки, которых там в изобилии растет. Ага. Так, теперь нам нужно дай-ка мне эту палочку мать. Теперь нам нужно вот такое топливо. Настоящие сухие ветки, которые будут гореть долго. А потом испечем картошку на углях. А еще хлеб. Хлеб сейчас, да, сейчас немножко огонь уменьшится. Сделаем его побольше, чтобы он горел долго. И тогда уже можно будет на небольшом огне пожарить хлебушек. Иначе он просто на таком огне сгорит. Понятно? А еще мы с помощью этого огня защищаемся знаешь от кого? От комаров. Какой есть? Знаешь, для чего мы вообще зажгли костер? Для углей. Хорошо. Для углей. Без углей не будет ничего. Костер наш разгорелся на славу. Аж руки горят. Побжигали мы себе волосы немножко. Привет. Мы сделали костер огромным. Да, огромный. Такой жаркий, что я уже спаясь. Пока мы ждем, когда будут угли, мама нам положила блинчики с творогом. Мне самый большой. самый толстый на. Держите, встаньте и держите в руках и кушайте. Так, я один съем, Ешь. Один съем и я. Вот он какой. Эрик, вкусно тебе? Ага. А тебе вкусно? Супер. Наш костер почти догорел. Покажите свои хлебушки. Вот это мой. Это Эрик. А вот мой. А вот Марк. Вот смотрите, как надо делать. Эрик, обходи с этой стороны, дым туда, поэтому идите ко мне. Вот так вот держишь прутик и над углем вот так ты его держишь. Слишком горячо, да? Марик, подальше отойди. Вот так вот держи за краешек и вот так в дыму наших трехлебушка. Дым нас атакует. Меняйте позиции. Если дым сюда, обходите вот сюда. Смотри сразу. Эрик, не стойте возле дыма. Жар здесь, жар есть везде. не обязательно над костром держать. Жар видишь даже здесь есть. Даже тут да, даже тут. Эрик, покажи свой хлебушек. Ты его поджарил? Да. Как вкус? Вкусный. Вкусный? Угу. А мой интересно поджарился или нет? О, мой тоже поджарился. А я с двух сторон жарил. Ага. С двух сторон буду жарить. Покажи свой. Вот. С этой стороны у меня уже. Сейчас я свой тоже переверну. Наверное. Давай дай хлебушек, Марик, быстрей. Ну, Или положи его пока. Итак, мы сейчас Марк и Эрик покажет, как нужно приготовить картошку перед тем, как ее запечь. Что нам нужно для этого? Скрутить картошку в фольгу. Ну-ка показывай. Вот так. Хорошенько, хорошенько. И Эрик тоже. и вот так самое главное хорошенько его сожми, чтобы она была крепко поджимать. И чтобы не осталось дырок нигде. Вот так вот, смотри. Вот так вот. Хорошенько, вот так вот, хорошенько. Варик. Получилось как что? Как яйцо. Как киндер. Да. Как киндер. Киндер. У меня киндер. Так, и готовьте, кладите готовый на пакет. Сейчас мы сделаем и остальные. Вот и я сделал тоже одно яйцо, картошечку. Сейчас еще три сделаем. Вот наши киндеры. Ага. Это картошка. Ага. Так, сейчас мы будем ее печь в углях. Ох, тут и жар какой, а. Сначала нужно угли открыть. Угли открыть. хорошенько развернуть. Кладите картошку, кидайте туда. Давай, кидай. Раз. Рядом. Давай, Эрик, еще. Есть. Так, теперь я их вот так вот уложу аккуратно, чтобы не разорвать фольгу. И накроем. И накроем углями. хорошенечко, хорошенечко накроем. Так, все, теперь нужно подождать, пока она запечется. шмель. тут ты пишешь? Что ты написал? Марк. Марк. Есть. И чуть-чуть марк готова. Осторожно. И самый сильный. Как тут наша картошечка поживает? Она просто отлично поживает. Просто печется. Итак, давайте достанем одну картошечку мы только что достали для пробы и она оказалась уже готова. Да, я доставаю. Да, вот так вот, смотри, одна есть. Ее всю вот сюда. оба. Все. Вот одна картошечка. Так. Так, еще? Только руками не трогайте. Вот еще. Доставайте вот это. притягивать туда. А одна стала маленькой. Ее мы разрезали. Так, вот наша картошечка. Пусть пока остывает. А вот эту я сейчас вам разрежу и мы будем ее есть. Попробуем какой он вкус. Она уже готовая. Попробуем какой он вкус. Попробуем? Да. Вы будете? Да. Ну давайте приступим. Привет. Привет. Что вы нашли здесь? Так, у Марка перо какой-то птицы. Цветок красивый. Цветок огромный. А у Эрика лиана, которых здесь целая куча. Листочек мягенький. Листочек мягенький. Хорошо. Тут целая гуща. Это оказывается заповедник, заповедная зона тополевой гоны. Тополиный заповедник. Тополей тут, конечно, немного, но они встречаются. Мы сегодня видели, что там проскакал на дороге какой-то заяц или кто-то. или заяц или косуля. Кто-то вдалеке пробежал вот там по дороге. Кто-то там был. Кто-то был. И тут столько пуха этого. Ну, по сравнению с Кривым Рогом тут пуха немного. Совсем немного. Но там в чаще настоящей джунгли. Все заросло, не пройти. Поэтому сейчас мы идем по асфальтовой дорожке. Да. А то нет дороги все заполнено деревьями. Да. Когда-нибудь мы и там походим. А, вот слева тополя. Настоящие тополя. Вот мы и прогулялись. Обошли вокруг кусок заповедника. осторожно, машина едет. Идите вперед. Идем в машину и домой. Идем и домой. домой.